Добрый вечер, дорогие мои друзья! Я рада с вами снова встретиться после долгой разлуки. Я 23 числа сентября улетела из Греции, в Анталии, с надеждой, что 11 числа октября я вылетаю в Санкт-Петербург. У меня готовые билеты. И после встречи с моими родными и близкими, своим родным городом, который я соскучилась, я стану записывать новые ролики. Но не повезло, как можно сказать, после 24 числа, после объявления нам известной ситуации в России, я поняла, что мне надо будет остаться в Анталии и встречать друзей, подруг, родственников, у кого получилась такая необходимость, с которой приехать, остаться на определенное время в Анталии. И мой дом превратился в достаточно гостеприимные, можно сказать, отели. И мы собирались, общались. И еще приехала моя дочь, чтобы была здесь, в Анталии, ради своего первого ребенка. Это моя вторая дочь. Ее с Юзей зовут. Я приоритет с кем моих детей, говорю, рассказываю. Вот, так что остаюсь пока в Анталии и очень рада с вами новой встрече. В Анталии пока жарко, днем 25-28, а вечерами где-то 18-20. Так что еще можно носить достаточно легкие, светлые и тонкие вещи. Я Юля Асланова, бабушка как девушка из Санкт-Петербурга, доктор-косметолог, дерматолог, доктор-психоаналитик. Я всю жизнь занимаюсь красотой внутренней и внешней стороны человека и стараюсь в этом чем-то быть полезной, поделиться опытом, знаниями и помочь в чем-то очень важном. Не обязательно только лекарственными методами, но можно было поделиться именно как другими методами. Методами мануальной, ручной, точечной воздействия на тело, на лицо, на точки и сделать человеческой жизни более легкой, приятной, и чтобы человек жил и получал удовольствие. Сегодня я хочу с вами говорить на очень важную тему, тему, которой периодически кто-то там сталкивается этим. Это воспаление или напряжение тройничного нерва. При вашем присутствии я сейчас напишу карту, можно сказать, где-то начинается. Начинается вот у козелка. В первом линии пойдет на брови и корни глаза, там разветвляется. Второй линии идет на уровень щеки. Дальше может доходить до конечности носа, до крыла. Здесь задевают верхние части десны, корни зубов. Здесь идет по нижней части челюсти, идут полностью сюда. Здесь идет такое осветление и на кубы верхние и нежные. Вот я думаю, что основа получается у козелка, шной раковины. Вот здесь первое обязательно наверх правее. Потом вот нежный идет как бы между бровей и глазами. И вот здесь очень сильно давит на корни глаз. Центральный идет падение верхней десны и корни зубов задеваются. И вот здесь нежный идет прямо до середины. Здесь задевают верхние и нежные губы. Ситуация, когда начинается это воспаление, напряжение. И даже сказать, что после инсульта кровоизлияния определенная часть мозга, потому что если ударяет инсульта вправо, страдает левой стороны. Если ударяется с левой стороны, нейронное икс-образное явление нейронного соединения передает, если слева, передает на правую сторону. Очень часто. После тяжелых моментов, когда человек уже идет на поправку после инсульта, уже медикаментозное лечение продолжалось, но остаются вот заметные эффекты вот этого тройничного нерва. Человек может ходить, делать все функции тела руками, ногами, но на лицо остается вот такого плана искривления. При улыбке, вот так втягивая, при разговоре. Вот кончик носа вот так тянет. Здесь бывает, что улыбка идет и наверх, и вниз. Вот так получается, что пол ртовой полости оголяется, и видно почти что неправляемое, возможно, невозможно управлять вот боковые части в уме. И при разговоре, нос, потом у глаз получается вот такие обращения и дергания вот нижней части, и я уже о болевой части не говорю. Мы не будем сейчас говорить об инсультной, взаилитатной, как внепрении, да, мы говорим о том, что самые такие легкие, часто встречающие моменты. Обычно тройничный нерв, лицовой нерв, это начинается больше после травматических воздействий на десну, да, может быть, удаление зубов и внесение имплантов на разные стороны челюсти. И этот момент получается изначальное ощущение как сильной прижатости челюсти после сна, спокойном состоянии, когда вы заинтересованы, что-то там телефон смотрите или общаетесь как бы сами собой, как разум внутренним голосом сократовски, и вы чувствуете, что вот эти челюсти сильно прижаты. Прижатость — это, можно сказать, первые признаки, что будет что-то не очень хорошее. Вот как раз воспаляется вот от кончика, от основания до кончика вот этот тройничный нерв. Да, разные причины сказали. Кто-то говорит, мне продуло, один говорит, что мне продуло, там консионер в трамвае, кто-то говорит, в самолёте. Я расскажу о своей ситуации, что у меня был реальный стресс, когда я слышала сборе нашей мужской части очень быстрым и скоростным темпом предельноожжениями. И я очень переживала, и напряжение проживала. Я понимала, что как-то у меня и голова заболела, и сонок пригласил, и несколько раз утром я просыпалась от того, что на ночи сильно прижаты были челюсти. Я знала, что это чем-то там мне грозит. На самом деле, в один из этих нехороших моментов я проснулась от того, что ужасно болит вот верхняя проявленная часть. Вот это первое, как это дает. болит именно углы и глубоко корни глаза. Вот с одной стороны, да? Вот. Верхние все зубы, они мели просто лицо от боли. Нижние части там заметно было. И все вот это вот как бы часть, полчаса из лета, это левая часть, я вам показываю, это было как будто мне кто-то сильно ударил, не знаю, это паром, или ножом не скажу, что это без крови. И я стала сильно себе помогать. Я хочу вам сказать, что однажды ко мне обратилась одна девушка, я не знаю, под своим видео, об этом я рассказывала или нет. Она говорила, что у нее красивая дочка, и сейчас она жива здоровой, слава богу. Она говорила, что у нее затылочный нерв воспалился, и сколько вы делаете терапию, врачи не могут помочь. Но я знаю, что затылочный нерв тоже начинается от основания шейного позвонка, и там идет вверх до хромозуха, называется вот эта точка, и отдает вот или право, или влево, тоже задние части ушей, это вот затылочные, и вот это бугорки, это все сильно болят. Но я реально скажу, что метод как бы колоть, там или что-то делать терапию, которая для нас очень знакомая, и все этим пользуются, это мало помогает. Здесь обязательно надо воздействовать на основании и на кончике многодонервной ростки. Вот это ведь. Я ей тогда посказала, и говорю, что вы ждете, какие рекомендации, и говорят, что у нас же не осталось никакой другой возможности, кроме тем, что делать операцию. Операции вообще, насколько должно быть, извините меня, нейронные, прямо там микроскопные, увеличительные, чтобы найти нервы, и понять, где что. Я ей сказала, вам делать операцию не надо, и ей посказала именно свой метод, который я сейчас вам рассказываю, от отношения к дальничной нерву лица, потому что затылочный нерв тоже вот так расщепляется, идет сюда, распространяется задние части, затылка, шейная область, и человек просто головой вот так выворачивается, они вот здесь страдают лицо, корни зубов, там мышцы лица, мимические, и такие движения дают очень сильную боль. Я тогда рассказала ей, что я сейчас вам расскажу. Первым делом, надо знать локации, вот откуда что начинается, потому что боль, несмотря корни здесь, вот это основание, передает за ушами, я сегодня такую прическу сделала, у меня старшая дочка говорит, это боевой окрас у тебя, когда волос поднимаешь, это значит, что-то будет рассказывать о проблемах здоровья, терапии, все такое, и вот раскрасы индусов, индейцев, не индусов, тоже перед войной, и вот этот карандаш, ко мне вам нарисовала. Вот, я ей объяснила именно затылочной части, а вам расскажу именно кроничные нервы, это даже очень хорошо помогает, если у вас есть остаток после инсульта, потому что ко мне обращались, несколько знакомые женщины, которые после гипертонии, после гипертонического криза, у них были инсульты, а последствия остались вот такие нервные проблемы, которые задеты были лицевой нерв, тройничный нерв, и мы это тихонечко восстановили. Находим за ушами точку среднюю, и там сделала параллель, и вот начинаем давить на эти точки, это очень больно, вот придавливая, вот это вот распространяем напряжение, давление вот сюда, сзади вот сюда, и возвращаем, возвращаем, когда мы понимаем, что основа полностью проработанная, оттуда, держа пальцы, проводим именно на первое метление, вот все эти точки, сильно придавливая, 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 возвращаемся в центр, опять идем туда, туда, везде, есть основное, основное требование, что довести эти места до онемения, до онемения, вот здесь вот точечного массажа должно быть насколько сильное, что ощущение, как будто эти места у вас онемели, потом опять придерживая, идем на нижнюю часть, потому что оттуда идет корни, на мыль соокладательную, зрительную, вот отсюда идет, на глазное яблоко, управление нервной системы идет на нижнюю часть, мы тоже давим, 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 потом переходим на верхние, вот на эти все, как будто мы проверяем пальцем, корни верхние десны, верхние челюсти и верхние зубы, шли до суда, вот здесь очень важная точка, прямо вот как бы за крыло уходим, вот здесь давим, давим, возвращаемся сюда, доводим до онемения, эффект красный, эффект очень такого ощущения, что кровь пребывает, потом опять так же держим, чтобы не потерять центральные локации, вот этого страничного нерва, и идем по низу, микрофон потеряла, не знаю, продолжаю пока убрала микрофон, я свой длинный начнушки микрофон, вот это положила при полете, найти, вот так же идем вот по этой линии, по верхней части, вот здесь сказала до кончиков носа, потом ниже идем, вот очень важно сильно на нижней челюсти, дойти до середины, обработать, обратно, дойти до середины, обработать, и здесь как прочесывать, не думайте о ваших филерах, которые на лице, потому что во время боли, очень страшные филеры, вам будет ненужной, надо доводить, и не оставлять до хронического состояния, вот, потом думаю, у меня пальцами возьмите все это, поднимите по массажным линиям, и вот так, и вот так, и вот так, вот так, вот так, по этим линиям пойдете, где я все нарисовала, и, когда мы понимаем, что все точки, уже проработанные, все это, берем, единственные, лечебные, воздействующие мазь, это феналгон, ничего из нашей аптечной структуры, так не работает, как, вот эта лечебная мазь, или бетигели, именно феналгон, феналгон может быть, периодически исчезает, из меню продажи аптеки, потому что, я где бы ни было, привожу, или заказываю, или подругам, друзья, родственникам говорю, в этом один тюрьме, мне феналгон приводит, приносили, потому что, и в Турции, и в Греции, я даже не стала сильно интересоваться, а какой мы воспроизменитель, то, чтобы, вот, воздействие этого феналгуна, заменит, нету, другого, заменителя, чтобы, вот, этот крем, заменил, и, же, все горит, же, температура, же, хорошо прибыла кровь, все же, чувствуется, боль, особо еще не ушла, мы берем, вот, например, кончиком, вот, среднего пальца, вот, чуть-чуть, осторожно, потому что это лицо, и в грант, он очень, ярко действует, именно, да, дорогие друзья, меня отвлекли, от моего разговора, то микрофон падает, после затмения, полное, затмение луны, полнолуния, вот этими аппаратурами, гаджетами, что-то происходит, ладно, оставим это, на, стороны астрологических, или кто изучает звезды, и воздействие всех этих движений, на жизнно-человеческой, на аппаратуру, феналгон взяли, навесли, вот, это центральная точка, обработали, 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 феналгон, очень такое, ну, как бы, как будто горит, кожа горит, вот, кто один раз, если использовался, знает этот эффект, это вот, насколько быстрая, и хорошая, воздействия глубокая, идет прямо, до костей, нет другого, лечащего препарата, которые дошли, до кончиков, до костей, потому что нервные кончики, и на коже, и на костей, имея свое закрепление, надо, чтобы дойти, и убрать, вот, это воспаление, вот, это, так называем, патологию, которая, находится глубоко, и, прямо, под кожей, навесли, же, чувствуем, здесь, достаточно, вот, таким же, движением, наносим сюда, доходим, до центра, возвращаем назад, это все, феналгона, здесь, идем, кончики, вот, этого, класса, не доходя, от низу, потом, идем, лишь, брови, и вот сюда, можно, ведь, момент, закрыть глаза, вот, с этой стороны, да, чтобы, чтобы, там, эфирные масла, от этого состава, вам не раздражало, раздражение, такой поверхностное, может быть, слизистой глаза, пусть сюда, потом, здесь полностью, область, обработаем, обработаем, финалгоном, обработаем, проходим сюда, вот, нижние мышцы, глазного, вот, это, стороны, глазной мышцы, доходим до кончиков, идем вниз, находимся там, на кончиках, идем назад, вот, как будто мы вытираем стекло грязное, какое-то там грязное пятно, и мы стараемся доводить от чистоты до грязка, вот так, я, конечно, каждый раз увлеченно рассказываю о моих методах, облегчения воздействия на проблемные зоны, забывая сказать, что если полезная была информация, если мое видео вам понравилось, ставьте лайки, подпишитесь, скажите ваш комментарий, потому что мне это очень большой стимул дает, и я с новым желанием хочу с вами встретиться, поделиться и быть рядом всегда, я вас люблю. Да, снова падает мой микрофон, вот, одни буду работать, попробую с этой части, с этой стороны не надевать, нанесли, 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 и вот и здесь, вот этими всеми пальцами доходим до основания, ушные раковины, вот это задние часы, затылочные, вот именно шеи, провели, 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 вот у меня ничего не болит, слава богу, сейчас, да, но когда болит вот эта сторона, где началась вот именно воспалительная или неврологическая, вот измененная сторона, это так больно, так больно, несмотря на боль, вот это воздействие вам будет приносить облегчение, и такой вот под кайф, вот реально, вот так, потом возьмите двумя пальчиками, и нанесете обязательно на ушной раковины, вот так, тонко, все очень тонко, потому что феналгон имеет большое воздействие, вот сильными вот такими слоями наносить, не вас, это не обязательно, вот так вниз, вот так вот, вот так вот вверх, вот, и когда сделали, вы сейчас, как бы я бы окрасил, когда сделали все возле самой части, вы начинаете с двумя сторонами, на корни волос, потому что там тоже есть такая глубокая боль, в которой вас здесь, с этим кремом надо, вот это успокоит, хорошо, допустим, мы это все сделали, потом берем бумажную салфеточку, прикрепляем вот сюда, вот так, потираем чуть-чуть, чтобы поверхностные эфирные масла вам глазами растражали, и все-таки, вы, если забудете, что у вас на лицо есть феналгон на какое-то определенное время, вы около глаз приклеиваете часть ватт на вот это, которого мы косметику чистим, косметические ватки, чтобы вот случайно глаза не трогать, потому что, если же в глаза трогали, потому что вы поняли, что уже задетая ваша глазная скляра вам ничего не поможет, только поможет вам масляная такая баточка, в которой вы будете по краям глаза проходить, протирать и убрать следы, вновь глаза. После этого можно глаза промыть. И запомните, если вот это оставить хоть на ночь, вы прикладываете платочек, чтобы было ни связь, ни подушка, ничего, под платком, это будет еще сильно гореть, ощущаться и утром до утра. Утром, когда пойдете умываться, этот эффект может чуть-чуть усиливаться, если вы хотите следы убрать от феналкона, вы уже чувствуете, что вам легче же корни зубов и внешние части методового напряжения, и вы уже не прижимаете зубу сильно вот как во время сна там всего. Я сейчас не хочу уже больше отнимать у вас времени. Скажу, что этот метод очень хорошо действует. В резком движении, когда задевается затылочный, именно переходит на лицевой нерв, я сказала, после гипертонического криза, после инсультов, не затрудняйтесь, не ленитесь, возьмите, повторите несколько из этих движений, хотя в комплексе это движение работает как физиотерапевтическое, как точечно-массажное действие и как вместно согревающая процедура. В дальнейшем я, наверное, буду и про затылочного нерва снимать вам ролик, а пока не загружая ваши головы и вашу память, ваши возможности и личной информации сказать вот это место, посмотрите внимательно определению, куда распространяется, какие возможности давления на это разветвление кончиков нервов и каким дечебным препаратом это можно поддерживать. Я вас люблю, надеюсь, в нашей стране и в стране другой стороны скоро будет мир, и во всем мире будет мир, мы будем говорить только о красоте, о здоровье и о хорошем настроении. Я люблю вас, Юлия Асланова из Санкт-Петербурга, бабушка как девушка, желаю вам здоровья и до долгой встречи!